Бонджорно! Коллекцию моих Джоджу Ништяков произошло пополнение, а именно к ним прибавилась экшн-фигурка Киллер Квина от компании Медикос, мечтал о которой я еще с 2019 года. Многие из вас ждали это видео, некоторые прям очень сильно, поэтому без лишних слов, давайте начинать. Первостепенно я бы хотел поблагодарить своего друга Егора из коллектив Парасел, что помог мне с покупкой и доставкой данной фигурки. Так что если вы также хотите приобрести фигурку или что-то другое, то Егор сможет вам помочь в этом. Поэтому ссылка на его паблик в описании. Начнем с того, что данную фигурку я себе захотел сразу же, как посмотрел в 2019 году аниме по 4 части. Я влюбился в Киллер Квин и хотел бы, чтобы его мини-версия стояла у меня на полке. Вот вам сразу и ответ, почему я купил фигурку Станда главного злодея 4 части в начале, а не самого Киру первостепенно. И я и мечтать не мог, что это когда-нибудь случится. Поэтому 2021 год я воистину могу назвать годом исполнения меч, так как вначале мне удалось купить Рохана, затем Киллер Квин и много чего еще хорошего случилось со мной. Надеюсь, так будет и дальше. Приобрел я данную фигурку там же, где и Рохана, на Хобби Линк Джапан, где-то за 7600 рублей, с учетом доставки. В этот раз я покупал на свои отложенные кровные, решил себя побаловать и это того стоило. Живем один раз, как-никак, и шанс покупки данной фигурки я не мог упустить. Но, если кто-то из вас хочет материально помочь с фигуркой Киру Яшикаги или просто так, то сделать вы это можете по ссылке в описании, если хотите. Что же до фигурки, то компания Медикос с сентября 2020 анонсировала переиздание Котяры и его владельцы с новыми коробками. Данные суперэкшн стэтью повторяют образ Киллер Квин из оригинала в невероятно точных деталях. Медикос также выпускала несколько версий данной фигурки, а именно, розовый Киллер Квин в расцветке из аниме, эксклюзивная версия со стразами и эксклюзивный Вандерфест в лице голубого Киллер Квина с дополнительным аксессуаром в виде головы Коску Кваджири до Байт Здаст и синего прозрачного. Из всех этих версий мне, честно говоря, больше всего нравится та, что приобрел я, ибо белый Киллер Квин, как по мне, более стильный, чем другие версии. Розовый, конечно, неплохой, но мне он не вкатывает. Про остальные даже говорить особо не хочу. Розовый подошел бы больше Кирю Яшикаге из восьмой части. Теперь я предлагаю перейти к самым главным элементам данного видео, а именно к анбоксингу и обзору данной фигурки. Съемка здесь все еще не идеальна, в этот раз я сменил место, и скажите как вам, стало лучше или прошлый задний фон вам нравился больше? Вот так выглядит коробка от данной фигурки. Вот вам сравнение с коробкой Рохана. И да, коробка Киллер Квин по сравнению с коробкой Рохана выглядит довольно маленькой. Также я нашел лучшие и стильные перчатки, какие только можно было придумать. Так что отныне все распаковки будут проходить в них, и никак иначе. Коробка от фигурки выполнена в стиле персонажа и расцветке данной версии. По бокам, сзади, где можно увидеть комплектующие фигурки, сверху и снизу. Теперь пришла пора достать станд из коробки. Сама фигурка была упакована аккуратно и прочно, даже лучше, чем Рохан. В комплекте также идет инструкция по фигурке и другая макулатура. Что же до самой фигурки, взрывной котейка воистину бомбический. Единственный кошак, на которого у меня нет аллергии. Фигурка очень детально проработана, но куда менее детализирована, в отличие от персонажей и владельцев стандов и так далее. Так как, по сути, станды не особо насыщены на детали, здесь больше минимализма. Но его шипы на теле, мускулатура, рельеф самого тела, элементы его царской одежды с черепами, морда, все сделано невероятно классно. Также мне очень нравится, как он был покрашен. У меня все было выполнено без огрехов, вы можете оценить сами это на видео. Его размер составляет около 17 сантиметров, что на 3 сантиметра больше Рохан. Да и по тактильным ощущениям он чувствуется тяжелее и массивнее Рохана. Что же до подвижности, то голова Киллер Квинн вращается на 360 градусов. То же самое касается рук, ног и ступней. Также имеется место сгиба в носке. Торсом можно делать круговые вращения, а вот нижняя часть туловища полностью неподвижна. Сразу отмечу, что фигурка куда более подвижна, нежели Рохан. Не знаю, касается ли это всех стандов, но видимо шарниры персонажей и стандов отличаются. Фигурка сзади, и вот в случае стандов шарниры видны еще сильнее. У него имеется множество аксессуаров, о которых мы сейчас и поговорим. Сменные кисти рук с детонатором, стандартные с сжатым кулаком, ротскеры и две расслабленные ладони. Сами руки также невероятно и детально проработаны, особенно выпуклый принт с шир хард атаком. Ну и самым главным и милым аксессуаром является Страйкэт. Другой кошак, на который у меня нет аллергии. Который может быть как в горшке, так и с корнем, чтобы его можно было держать в руке или поставить. Правда, в руку его поставить Киллер Квину никак нельзя, только если как-то исхитриться. Но самое крутое это то, что Киллер Квин съемный живот, куда им можно вложить бродячего кота, как в оригинале. Вот только делается это довольно проблематично, так что будьте аккуратны и не сломайте фигурку. Хорошо ли он там держится? Да нет, не особо. И многие могут сейчас спросить, а где шир хард атак? А я вам отвечу, сердечный приступ идет в комплекте с Кирой Йошикаге. Вот такой вот облом. Но на самом деле с фигуркой Киры Киллер Квин будет смотреться еще лучше и дополненно. Да и без этого мини танка фигурка получилась насыщенная на различные плюшки. Все аксессуары сделаны качественно и просто великолепно проработаны. Вы сами все видели. Фигурка довольно подвижной и ее можно ставить в различные позы, но она также очень неустойчивая без подставки. Хотя Киллер Квин куда устойчивее Рохана. Подставка и штатив здесь точно такие же, как и в комплекте с другими фигурками. Ну а теперь переходим к выводу. Фигурка однозначно стоит своих денег, и я ничуть не жалею о потраченных вложениях. Если же вы хотите узнать, стоит ли брать эту фигурку, мой ответ – да. Если вы хотите себе фигурку Станда по Джоджу в коллекции, то данная версия Киллер Квин – идеальный вариант. Так как вы получите шикарную экшн-фигурку с большим количеством аксессуаров, вот только думаю, что лучше всего брать Киллер Квин вместе с Кирой, ибо тогда у вас будет просто отличное и бомбическое сочетание. Это на самом деле касается всех фигурок, у которых Станды продаются отдельно. Жалко, что нету бандлов, где можно сразу купить Стандьюзера и его Станд. Цена, конечно, вряд ли бы уменьшилась, но думаю, так покупать фигурки для коллекции было бы проще. А Станд без его владельца смотрится немного странно, но меня это никак не смущает. Если же Киллер Квин – ваш любимый или один из любимых Стандов, и независимо от того, хотите ли вы брать Киру вместе с ним, то я настоятельно рекомендую взять эту фигурку. Поверьте, Котейка смотрится на полке хорошо независимо от своего Стандьюзера. Что ж, и это было всё, что я хотел вам рассказать и показать по данной теме. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео, и что вы поддержите его своим коллекционным лайком, а также по возможности материально. Ну и в очередной раз спасибо Артхаусу за то, что дал свою камеру на обзор. Без него этого видео бы не было. Ну да ладно, спасибо вам огромное за просмотр. Если вам есть что добавить, а также высказать мнение по поводу увиденного, то не стесняйтесь написать его в комментариях. Также, если вы ещё не подписаны на канал, то попрошу вас это сделать, и заглядывайте в описание, там много всего интересного. Это будет вашей наилучшей благодарностью. Ари Ведерч! Субтитры сделал DimaTorzok